В начале семья Грузевых занималась сыроварением. Затем пришла идея печь хлеб, да не простой, а по старинным рецептам в русской печи. Поставили свою мельницу, перемалывают любое зерно, от пшеницы до гречи, разного помола. Зерно закупают в СПК Возрождения Родниковского района. И вот мы у них берем зерно, на нем, на этой муке с молотой на своей мельнице, печем хлеб. И это тот хлеб, который раньше люди, отправляясь в путешествие далеко за тысячи километров в паломничество, брали с собой. Ну что, хлеб, воду везде находили, сухари могли жить месяцами. Хлеб содержал витамины, клетчатку, все вещества, необходимые для здорового образа жизни. Содержал и пребиотики, поскольку хлеб на закваске, рассказывает Павел Грузев. И сама жизнь подсказала фермерам, надо вводить новое направление, рассказывать людям про сыр и хлеб. И возникла идея сделать такое пространство, пекарни, в которой мы сможем, мы уже принимаем людей, большие группы. И по 60, по 70 человек приезжает на выходных с детьми, чтобы попробовать испечь в русской настоящей печи хлебушек из настоящего зерна с молотого на мельнице. Не скрывают гроздевые секреты сыроварения. На подворье много животных, птиц. Их можно покормить, погладить. Разработали развлекательную программу «Даже пляшут и поют». Составлено расписание и желающих больше, чем возможностей хозяйства. Многим мало двух часов в селе Ёлныть. Задумались о строительстве домов для ночлега. Есть участок земли на берегу Ёлныти. Директор департамента сельского хозяйства побывал в сытой дусе. Министерство сельского хозяйства ввело новый вид поддержки. Это гранты на агротуризм, которые распространяются для фермерских хозяйств, которые хотят непосредственно на территории своего хозяйства развить еще и, понятное дело, агротуризм. В министерство было подано более ста заявок из всех регионов. Хозяйство Павла Груздева одержало нелегкую победу в конкурсе. Три миллиона планируют потратить на строительство двух домиков. Федеральная программа поддержки сельского туризма ориентировочно будет работать до 2025 года. Желающих подать заявку на получение гранта в регионе растет.